Приветствую вас, друзья! С вами Лебедев Артём. Сегодня мы рассмотрим бензиновый генератор от Enforce, модель GL8000. Кстати говоря, есть ещё модель GL7500 и GL6500. Это самая мощная модель. Номинальная мощность именно этой модели 7500 Вт, максимальная 8000 Вт. Давайте рассмотрим переднюю панель. Здесь находятся два выхода 220 В, а именно силовая розетка на 32 А и обычная на 16. Под резиновым колпаком находится автоматический выключатель переменного тока. К генератору можно подключить блок автоматики для автоматического включения и выключения при отключении общей энергосети. Далее клеммы заземления, дисплей, который показывает напряжение, частоту, счётчик моточасов и время. Контакты с постоянным током, напряжением 12 В и силой тока 8,3 А. И включатель в зависимости от того, каким способом мы будем заводить. Ручным при помощи катушки стартера, либо электрическим при помощи электрического стартера. То есть сейчас мы запускаем в ручном режиме. Если повернём, сработает электростартер и генератор заведётся. Итак, это была панель управления. Сейчас рассмотрим ещё несколько элементов. И приступим разглядывать поближе. Альтернатор, двигатель, карбюратор, фильтр и всё остальное. И, конечно же, проверим его в работе. Для транспортировки предусмотрено две ручки сверху и одна ручка дополнительная для того, чтобы его перевозить. Генератор нелёгкий, весит он в районе 95 килограмм. За ручку вести одному реально? Поднять, соответственно, конечно же, нет. Обязательно вдвоём. Двигатель четырёхтактный. Масло заливается вот здесь. Вот с этой стороны здесь находится топливный кран. То есть мы открыли, закрыли. И заслонка. Ну, соответственно, ручной стартер, катушка и фильтр. Колёса не пневматические, крупные, в диаметре 240 миллиметров. По ширине колёса примерно 70 миллиметров. В верхней части расположен индикатор уровня топлива и крышка бензобака. А также фильтр. Что касается крышки бензобака, честно сказать, из канистры налить очень проблематично. Даже если у нас широкая воронка, всё равно где-нибудь что-нибудь допрольём. Потому что канистра целая, и получается, что её наклонить не очень удобно. То есть если где-нибудь горловина была бы вот здесь, конечно, было бы немного удобнее. А теперь об основных элементах. Начнём с альтернатора. Обмотка там медная. Сейчас я сниму крышку, всё это дело покажу. И он у нас синхронный, то есть щёточный по-простому. И, кстати говоря, здесь на генераторе есть блок АВР. Ну, то есть стабилизатор напряжения. Итак, снимем защитную металлическую крышку. Заодно посмотрим производителя. Он должен быть выбит на алюминиевой части. Вот он, производитель. Смотрим обмотку. Обмотка медная. Я здесь в одном месте немножечко проверял. Ну, я не знаю, на камере видно нет. Там действительно медь. Это не алюминий. Так, подшипник. Вот так выглядит альтернатор. Стоит он на мягких подушках резиновых. Ну, соответственно, альтернатор и двигатель. То есть это навесные части. Вот здесь находится глушитель с защитными накладками. Вот он, сам глушитель. Здесь несколько защитных накладок для того, чтобы нам случайно не обжечься. Они, конечно, тоже нагреваются, но не так сильно, как основной бак. Здесь можно увидеть систему охлаждения. Сам двигатель. Двигатель, кстати говоря, производства Lutean. Расположение клапанов OHV, то есть верхнее. И здесь расположен карбюратор. Вот название производителя. Вот здесь находится свеча зажигания. Давайте откроем и посмотрим воздушный фильтр. Здесь вот, обратите внимание, лабиринтная камера. То есть у нас сначала все идет через такой лабиринт. То есть крупные части откидываются, и вот здесь все скапливается. Далее уже через фильтр. Фильтр поролоновый. Закрыли. Открыли. Зажигание электронное. А вот здесь мы видим маркировку двигателя. Давайте заглянем и посмотрим, что здесь снизу. Так, картер. К самим компонентам и к сборке здесь вопросов вообще никаких не возникает. Все сварено, аккуратненько все. Здесь никаких зоусенцев и страшностей здесь никаких нет. Ну и ценник у него тоже приличный. Кстати говоря, о стоимости. Актуальный ценник по ссылочке в описании под видео. Ну а теперь отправляемся на улицу и посмотрим на него в действии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Работает он ровно и мягко. Единственный был момент, когда я запустил ручную циркулярку. 1,8 кВт была просадка небольшая, кратковременная. На вольтметре, кстати говоря, там ничего не отразилось. Но все же просадка была. Почему так случилось? Потому что пусковые токи, соответственно, на циркулярке высоки. У меня она без плавного пуска. Даже когда я ее от центральной сети запускаю, у меня все лампочки на момент затухают. Что рассказывать? Давайте покажу. Эти моменты обязательно учитывайте. То есть, если, например, брать этот генератор, например, в ларек, там, где стоят фритюрницы, да, например, на 7 кВт. Мы берем его и вставляем эти фритюрницы 7 кВт. Он у нас работает, пускай при полной нагрузке, но работает. Если мы берем две циркулярки по 1,8 кВт и вот так вместе включаем, то это уже перегруз. Потому что, если на одной циркулярке на пусковой ток будет 5-400 Вт, то, соответственно, у нас 10,8 кВт будет на него нагрузка. Это не очень хорошо перегружать, не надо. Эти моменты обязательно учитывайте при выборе генератора. Следующий момент об обзоре в целом. Честно сказать, как-то есть ощущение, что получилось сжато и немного неинформативно, что ли. Но, включив генератор один раз и позапускав разные инструменты, да, какая-то информация все равно есть. Мы посмотрели просадку, мы посмотрели, с плавным пуском запускается или нет. Но все же информации не так много. Если нужна более глубокая информация, то есть попробовать его там погонять месяц включенным или чего-нибудь типа того, пишите, короче говоря, в комментариях все, как вы хотите его протестировать. Конечно, все предложения протестировать не сможем, но все же, например, как он поведет себя при длительной работе, там, поснимать его тепловизором, такие вот предложения пишите. Например, либо подключить его к газовому котлу, к коттеджу целому, к блоку автоматического включения. Это действительно все требует много времени и время показывает основные элементы. Если интересно, пишите все от и до. А на этом этот обзор подошел к концу. И с вами был Лебедев Артем. До скорых встреч. Продолжение следует...